Доброе утро, дорогие мои. Я вчера выпустил ролик с нейрочипсы. Сам придумал такое название, потому что считаю, что как раз такие чипсы помогают нервной системе и мозгу работать. Я вам там всё подробно рассказал, но остались претензии. Я же не знал, что вы не все ролики мои смотрите, а в предыдущих я рассказывал, как делать эти чипсы, как их вялить, как их сушить и как нарезать. В этот не вставил ролик, потому что думал, что вы видели тот. Но сейчас я более подробно расскажу тогда, как это сделать. А вчерашнюю беседу опять к нему приклею, потому что обвинили меня, что я там музыку поставил, которая отвлекает. Не будет музыки во второй части. Первая часть тогда о яблоках. Яблоки берём у бабушек вдоль дороги или на рынках, где они их продают. Потому что магазинные яблоки часто, можно так сказать, геномедофицированные. У них много химикатов на них и так далее. Как минимум хорошенько моем. Хорошенько моем. К сожалению, яблоки стали теперь выращиваться по признаку долгого хранения и транспортировки. Хотя раньше огромное количество было сортов, которые можно было подобрать по вкусу, по насыщению, по наполнению. В одном только Соловецком монастыре, я помню, где-то читал, выращивали больше 50 видов яблонь сортов. Сейчас мы знаем десяток и держим в основном 3-4 сорта. Но вот это московская грушевка, насколько я понимаю. Вот у меня была ещё мельба Уэлси. Тоже очень хорошие яблоки. Они, конечно, хорошо хранятся и хорошо... У меня уже слюна потекла, глядя на это яблоко. Так вот, что мы делаем? Ещё раз повторяю, хорошенько моем. Потом вот есть такая простейшая вещь, которая продаётся... Ну, я на рынке купил за 50 рублей. Вот, которая удаляет сердцевина. Удаляем сердцевину. Вот она там. А яблоко чистое. Яблоко я всегда режу 5-6 частей. Вот так берёшь, чтобы не порезать себе. Вот здесь опять получилось 5. И толщина, в общем-то, глядите, ну, от 4 миллиметров до сантиметра. И это не страшно. Суть не в том, как вы порезали. Суть в том, как вы дальше их сушите. Сушите. Вот. Там есть рекомендация в домашних условиях сушить в печках и в плите внутри, в духовке. Вот. Я скажу так, что это сложновато. Поскольку главным должно быть при сушке температура около 40 градусов. Потому что выше 40 градусов, все вам скажут, все знают, начинают разрушаться природные вещества. И поэтому для того, чтобы их сохранить, нужно, конечно, посушить вот в такой умеренной температуре. Мы сушим, как вы спрашиваете, как мы сушим. Вот я уже рассказывал. У нас есть вот такая плита. Вот плита. Значит, она горит. И там сушатся у нас все и грибы, и яблоки. Вот видите там. И они, конечно, здесь сушатся при температуре около 35 градусов наверху. Потому что здесь-то, конечно, поменьше и долго. Таким образом, они, конечно, у нас становятся самые хорошие, натуральные и красивые. Красивые они получаются именно от того, что, во-первых, медленно сушатся, и там не образуется у них чернота, темнота и все такое. Но, когда вы делаете вот такие чипсы, то применение соли ведет к тому, что они все будут беленькие. Спрашивают, какую соль применять. У меня выбора-то большого особенно не было. Я посмотрел и нашел только один вид соли морской, который у нас стоял в магазине. Но он мне как раз и понравился. Это соль изготовителя Ростовской области Азов. То есть, это азовская соль. И я так полагаю, что она как раз та, которая нам нужна. Написано «едированная». Ну, едированная морская соль вся едированная. Это уже такой. Но вы, конечно, можете подобрать и сами соль, какую вам хочется. Единственное, что опять рекомендация всех наших ученых о том, что вот вещества, которые мы получаем, должны быть наиболее приближены к нашей местности. Иначе вот удаленные вещества, они уже как бы чужими являются. И поэтому воспринимается меньше. Вот так. Ну что, еще раз вам показать. Вот выделяется вот эта серединка. Та серединка упрыгнула, берется яблоко и режется на 5-6 доли. Большое на 6 можно. Это не влияет, потому что все от срока сушки. Как вы будете, говорят, сушилки есть хорошие. Можно купить сушилки и сушить в сушилках. Ну, а дальше будет сейчас вторая часть, вчерашний рассказ. Почему такие нейрочипсы нужны. А дальше я вам расскажу про нейрошока чипсы. Вы увидите, это очень интересно и вкусно.